Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Я думаю, понятно, что все мои подписчики должны кушать много и вкусно, желательно каждый день, и быть одеты в мои футболки. Ну ладно, дело не в этом. Сегодня у нас будет обзор на заведение, которое называется Кентукки. У них есть инста, ой, здесь запрещенная мета... Как это надо говорить, я все время забываю. Короче, все запрещенное. Мета, организация и запрещенный грамм, короче, забейте. Но они ее забросили, вот, уже три года туда ничего не выкладывают. Это вот такое вот заведение, вот какое-то заведение. И там всякая люля-кебабы, шавермочка, стейки. Вот, и все относительно недорогое. Оно все не очень разнится по цене, поэтому сегодня, как мне сказала Маша, поэтому сегодня мы цены угадывать не будем. Однако, кто хочет вместе со мной угадывать цены ресторанные, мы часто такое делаем, само собой, вступайте в мой телеграм. Кстати, я в нем общаюсь с подписчиками. Если что, я общаюсь там с подписчиками каждый день. То есть, если вы хотите мне сказать, дружи, ты черт, а ну отвечай на мой вопрос. Я, скорее всего, отвечу, если вопрос будет интересный, в телеграме, прямо в комментах общаюсь каждый день. Я иногда же по улице иду прямо и записываю аудио подписчикам. Дело не в этом. Давайте посмотрим, что же такое кентукки. Само собой, само собой. Чек у нас небольшой, но, как говорится, какая там шутка про 20 баксов или теперь нельзя так шутить? Ну, короче, 20 баксов есть 20 баксов. Я вижу, пакетики уже стоят за камерой. Огромное спасибо нашему спонсору за полную оплату данного заказа, чтобы деньги не тратили мои подписчики. Им было под что покушать. Давайте еда на стол сегодня. Сегодня я хлопну подушкой. Так, отлично. Как сказать, отлично. Забегаловочно выглядит. Даже не картонные пакетики, не бумажные. Дешевенькие, черненькие, вот такие вот контейнеры. Подзапотевшие. Даже тепленькое что-то внутри. Не самые дешевые среднего уровня салфеточки. Приборы и даже приложили перчатки, чтобы не закекаться. В общем, комплектация есть, но средняя. Салфеток, конечно, хотелось бы больше. Так, а здесь что у нас? Разорвем. Здесь у нас... О, у нас тут один контейнер лакшери. Скорее всего, там бургар. Я подозреваю, что с него мы и начнем, если в этом контейнере бургар. Все теплое. Я не знаю, задолбался тыкаччупом. Всякое такое. Давайте посмотрим, что там. Блин, открывайся, падла. Да, это стопудово бургар. Почему эта штука не крутится? Все, она крутится. С него, пожалуй, начнем. Все остальное упаковано вот так. Как это? Ну, забегаловочно сделано. Ну, и цены здесь такие, типа, ну, окей, норм. Так, это у нас бургер Цезарь с дополнительной котлетой за 660 рублей. Который должен весить 352 грамма. Машунь, я правильно понимаю, что к нему ни картошки нет? Ну, мое почтение. Прямо мое почтение. Хотя, я думаю, что 352 грамма он должен весить без дополнительной котлеты. Но это большой бургер в любом случае. Ну, и стоит он, как говорится, мое почтение, 660 рублей. Ничего так, но, конечно, он очень сочный. И вот здесь, вот, видите, уже все с булкой, все очень плохо. Учитывая, что это доставка. Не знаю, как показать вам, что там внутри. Лучше, чем данным способом. Так, давайте я отрежу. И, пожалуй, одну половинку я поставлю вот сюда крутиться, чтобы вы увидели, что там внутри. А вот эту я, пожалуй, распробую. Я, если честно, такие бургеры с возрастом люблю все меньше и меньше. Потому что в них нужно вот кувыряться, клупаться. Там все выпадает. Смотрите. Тут реально очень много всего. Вот на той камере видно. Ставь лайк за съемки с той камеры. Потому что могли бы с нее не снимать. Могли бы снимать вот с этой и вот с этой. И все. Но мы делаем для вас красивую картинку. Так вот, здесь и яйцо. Такое полувалдоновенькое. И котлеты. И соус. И черти что. Господи, сколько здесь всего. Ну, то есть, по факту, я понимаю, зачем они приложили варежки, перчатки. Ну, вот, ладно, я не хочу эти варежки, перчатки. Поэтому я... Блин, ну, котлета. Котлета, ощущение, что сделано на углях. Прямо на углях. Вкус шашлычный. И это не вкус жидкого дыма. Сто пудово. Я вот, у меня нет аллергии на жидкий дым. У меня аллергия типа на жидкий дым. Когда я чувствую жидкий дым, я такой, сука, ну что это за дерьмо? Ну, вот, то есть, я всегда отличаю. Ощущение. Могу, конечно, в этот раз накосячить, но сочный бургер с мягкой булкой. Очень много всего. Глазированные такие полубриошевские булочки. На мой взгляд, он великоват. Хотя, с другой стороны, за бургер, который сделан на огне, 660 рублей, ну, это полкило. Наверное, оно так и должно стоить. Не могу докопаться, помимо того, что с доставкой, это, конечно, ну, вот, разжижается. Оно прямо вот здесь. Так, а дальше у нас идет шаверма. И с этой шавермой есть одна небольшая проблема. Они зачем-то положили ее в самый низ. То есть, на этой шаверме стояло прямо все. Шаверма с говядиной. 390 рублей за 238 грамм. Здесь граммовки, а больше, наверное, можно не... Хорошо, все равно буду взвешивать. Но зачем они пишут такие граммовки, типа 238 грамм, для меня это большая загадка. Я же хочу посмотреть прямо для вас, разрежу это все, что там внутри. Это вообще не шаверма. Написано шаверма? Написано шаверма. Шаверма, это котлета в пите. Котлета в пите с огурцом. Котлета вкусная. Пита мягкая. Подзапеченная. Вообще базара нет. Это очень вкусное блюдо. Похожее на... Господи, как это? Плескавица сербская, по-моему, называется. На плескавицу. Соус не мой любимый кефирно-чесночный, вот такой сливочный. Соуса практически нет. Помидора там 3,5. Огурец. Огурец вообще то ли маринованный, то ли соленый. То есть, это вообще не сырой обычный огурец. Короче, это вкусное, хорошее блюдо, которое наверняка, даже учитывая, что сделано на огне, может стоить 400 рублей. Им можно неплохо наесться. Это просто не шаверма. То есть, ты такой, о, принесите мне шаверму. А, 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 что это? Окей. Хотя, Машуль, мы не могли ошибиться, но здесь все равно ничего не надписано. Это точно шаверма? У нас, мы просто ничего похожего, вот вообще, остальное все вообще, да, да, это шаверма. Но это не шаверма. Я вам, я вам больше скажу. Это самая большая не шаверма, что я когда-либо видел во время славных обзоров. То есть, это не просто не шаверма, это анти-шаверма. Тут не курица, не крашеное мясо, бог с ним, что не курица, не крашеное мясо, не срезанное с этого, значит, кебаба, не сырые огурцы, не тот соус. То есть, это вообще не шаверма, но это вкусно, здесь, то есть, я не буду просто переименовать, наверное, да, да, это по вкусу просто как бургер. Это бургер просто пита вместо булочек, вот тогда да. А у нас дальше идет дорогостоящий стейк. Как я говорю дорогостоящий, я имею ввиду недорогостоящий, потому что он стоит 800 рублей за 300 грамм. Здесь должно быть 300 грамм. А вот здесь, конечно же, нас кидают через писюн, потому что это мясо дорогое. И он выглядит как... Да, дорогие друзья, я понимаю, что это крайне дешевый стейк. И этот стейк настолько же стейк, как та шаверма-шаверма, это не стейк. Это отхреначенное мясо, на котором прямо видны, я не знаю, посмотри, вот на той камере, видно, что он прямо отбит молотком. Ну, то есть, видишь, пупырышки такие. То есть, его прямо отфигачили молотком по полной. И я вангую, что он не просто как medium well. Друзья, medium well это не well done. Он должен быть розоватый внутри, чуть-чуть. Medium well, смотрим. Вангую, что нет. Нет, он не розовый внутри. Он вообще не розовый внутри. Он зачем-то завален чесноком. Черт поделил. Это отличная отбивная. Отличная, перченая, соленая, отбивная, с печеными кусочками чеснока. Это охренительно вкусно. Если бы к этому шел еще соус, я бы за это и на 100 рублей больше отдал. Я бы за соус заплатил, хотел бы во что-то макать. Но это настолько же стейк, насколько я балерина, блин. Понимаете? Это настолько же стейк, насколько дотеры натуралы. Это очень плохо. Ну, в плане названия. Это вкусная, офигенная отбивная на огне. Но, во-первых, ее обещали, ее назвали стейком, ее назвали, что будет розовизна. Серега, ты видишь розовизну? Нет. Вот и я не вижу. Как это, знаешь, видишь суслика, он есть. Но здесь нет ни суслика, ни розовизны. Но это вкусное блюдо. У них просто что-то с неймингом не то. Шаверма не шаверма, стейк не стейк. Ладно, окей. Короче, шаверма не шаверма, стейк не стейк. Я надеюсь, хотя бы ребра будут ребрами. Слава богу. Слава богу, хотя бы ребра это ребра. Ребра барбекю свиные 450 рублей 300 грамм. Опять же, недовес. Как только начинаются дорогие всякие блюда, идут недовесы. Так, давай-ка я отрежу вот это, чтобы вам было удобнее все это дело рассматривать. Свиные ребра. Выглядят прекрасно глазированы. Немножко, мне кажется, подгорели. Да, немножко, мне кажется, подгорели. Вот здесь чернота из-за соуса. Видимо, надо было сначала сжарить, потом глазировать. Довольно сладкая, видимо, глазировка. Ну да ладно. Посмотрим. Тонюсенькие вот такие ребрышки, как это маленького поросенка. Блин, мне кажется ли ребра более розовый, чем стейк, который медиум был. Ну ладно, забьем. Они сами по себе такие, наверное. Пробуем. Ну, мне вот отбивная из говядины зашла сильно больше. Это, как можно так сказать, максимальная банальность. Оно, во-первых, прям подгорело, прям сгорело. Оно суховатое, мяса немного. Поковыряться, поколупаться, пообсасывать можно. Но, еще раз говорю, капец, вот как к отбивной, как сюда не хватает соуса. А там нету соусов допом как-то, я шутал. Отдельно? Отдельно? Ну, просто хорошо бы, чтобы они шли. Вот человек такой покупает, ему приезжает, и он такой, а куда макнуть? Ну, это просто отваренные, а потом кинутые в глазури и подгоревшие слегка ребрышки. Это слабо. Вот отбивная типа стейк мне понравилась больше, честно. Там чесноченькое оно такое. Так, у нас дальше идет люля. Так, люля из барана. 200-граммовая должно быть люля. Ну, типа, окей, да. За 480 рублей. Так, люля. Давайте я его сюда, этого люля, вот так выложу. Одна вот такая длиннющая, здоровенная люляшка. Ну, здесь хотя бы идут какие-то топинги-допинги. То есть, здесь хотя бы лучок идет. Опять же, отлично люля кебаб. Другое дело, что он все равно немного суховат. Но, как им сказать, это лучшее по жирности, что они могли сделать с бараниной. Они прям сало туда, там видят вкрапления, прям жира, сало, вот всякие вот эти вот штучки. Оно все равно менее сочное, чем курица. Но это вкусно. Пожалуйста, ну кладите лук отдельно. Но я не хочу, чтобы он был теплый. Но он холодненький, хрустящий должен быть. Лук отличный. С кинзой, правда, не все ее любят. Чуть-ка нагрелся, но все равно до сих пор хрустит. Скажем так, я не знаю, как сделать люля из барана более сочными, чем вот это. И все равно куриные более сочные получаются сами по себе. Но тут прям сало нафигачили. Причем сало, ощущение, что никакого-то там вонючего сала. Говяжьего, что ли, сала? Оно прям мягкое, нежное, с корочкой. Мне нравится. А у нас дальше идут шашлыки свинокурные. Так. Давайте, это свинные шашлыки. Вот. Все, такая же примерно подача, все дела. И курные шашлыки. Это, по-моему, филе бедра. Судя по всему, судя по кускам, это филе бедра. Карри немного, здесь 4 кусочка. Куриные за 360 рублей 200 грамм. Примерно 200 грамм. А свинячие 430 тоже за 200 грамм. Тоже типа за 200 грамм. Окей. Я не знаю, что здесь сказать. Единственное, вот, блин, мне не нравится, когда вот так делают. Можно как-то распилить это пополам, чтобы корочек было больше? Давайте я отрежу кусок. Неплохой. Суяной шашлычок. Куски неаккуратно нарезаны, поэтому какие-то... Где-то корка есть, где-то не... То есть вот так вот, видите, насаживали. Пытались насадить вдоль. Из-за этого огромные площади, видимо, плотно насаживают, огромные площади не получили корочку. Отдает хмелями с унылями чем-то подобным. Довольно нейтральная штука. Да. Это бедро. Бедро сочное, нежное. Опять же, мне бы хотелось... Посмотрите, какое нежное. Прям вот бэнк. Прям на волокна можно разрывать. Мне бы хотелось больше корочек. Здесь есть запах дымка, но почему-то даже на котлетах в бургере запаха дымка больше. А про вот эту шаверму, Серега сейчас ее кушает за кадром и говорит, что она вообще похожа, что прям подкопченная дымом. Что можно сказать? Если бы я шел мимо и зашел бы или ехал мимо, заехал бы и просто поесть, я бы не расстроился. Другое дело, что название обескураживают. То, что стейк это просто отбивная, то есть вообще не похоже на стейк. Ни о каком medium well там не идет вообще. Здесь курица, блин, больше розовая, а она не розовая, чем их medium well стейк. Шаверма с говядиной это не шаверма с говядиной, это бургер, где вместо булочек пита идет. Свиные ребра сгорели. Но! А бургер большой, хороший, вкусный. И учитывая, что они готовят прямо на углях, прямо у них видимо вытяжки, все дела, угли, это прям хорошо. Еще бы поправили свои шашлыки, чтобы корочек было больше. Меньше кусочки, ну вот что это за полуотбивная тоже? Это что, шашлык? И добавили соусы, прямо к блюду, соусы какие-то фирменные. Не знаю, майонез, сметана, чеснок, укроп, условно говоря, в блендере все уже, вот это все было бы менее сухим, было бы магическим. И глазировали бы ребра, не кидали на огонь, когда она уже глазированная. Потому что глазировка, это обычная барбекюшная глазировка, она скучная, она сгорает, наш с сахаром. А так, в принципе, неплохо. Но это самый не стейк из стейков, который я когда-либо видел. Однако запеченный чеснок меня порадовал. Я, как это, я чесночная шлюшка, я могу продаться запеченный чеснок просто. Самый славный, дружи обломов, кушайте много, кушайте вкусно. И огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кентукки, да, типа покатят. Так вот, блин, название надо поменять, потому что многое это не то. Субтитры сделал DimaTorzok